Друзья, в этом видео мы будем с вами коптить свиные ребрышки горячим способом. Результатом вы будете приятно удивлены. Для копчения я использую охлажденные свиные ребрышки. Нам необходимо их промыть под проточной холодной водой и засолить. Солить ребрышки мы будем мокрым способом. Вес ребрышек у нас 640 грамм. Для удобства расчета ингредиентов я возьму еще 1,4 литра воды. В общей сложности у меня получится 2 килограмма мяса и воды. Из расчета 2 килограммов я и рассчитываю все ингредиенты. Это соль и сахар. Соли мне понадобится 52 грамма, а сахара 10 грамм. Ставим воду на плиту, засыпаем соль и сахар и доводим все до кипения. Далее наш рассол необходимо остудить до комнаты температуры. И затем наш рассол мы помещаем в наши ребрышки. Так, чтобы они были закрыты полностью водой. Убираем наши ребрышки в холодильник на 12 часов. После 12 часов достаем ребрышки из холодильника, сливаем рассол. Промываем ребрышки под холодной проточной водой. Обсушиваем их бумажным кухонным полотенцем. И далее подвяливаем их в течение не менее 4 часов. Я рекомендую вялить их в течение 12 часов, чтобы на поверхности образовалась корочка. Далее нам необходимо уложить нашу щепу в фольгу. Ее понадобится всего лишь 12 грамм. И мы используем только сухую щепу, не замачиваем ее. Уложить щепу в фольге на дно кастрюли и проткнуть зубочисткой более подробно. Процесс подготовки к копчению, а также где вы можете купить другие принадлежности, вы можете посмотреть в моем другом видео, вверху по ссылке, где мы готовили с вами скумбрию горячего копчения. Укладываем наши ребрышки в кастрюлю. Поскольку ребрышки достаточно высокие, я использую низкую подставку под горячее. А чтобы ребрышки не соприкасались друг с другом, я их разделяю обычными зубочистками. Закрываем крышкой и включаем нашу плиту на самый большой нагрев. Уже через 3-3,5 минуты у нас в кастрюле начнется сильное дымообразование. Мы переставляем нашу кастрюлю на самую маленькую конфорку и на самый маленький нагрев. Поскольку далее необходимости в сильном нагреве у нас уже не будет. Сам процесс копчения будет длиться примерно 10 минут. Уже через 10 минут в кастрюле дыма практически нет. А дальше идет уже просто термическая обработка продукта. Сам продукт у нас уже закоптился. Весь дым у нас перешел на сам продукт. Он абсорбирован на поверхности продукта. Через 45 минут выключаем нагрев. Крышку при этом не открываем. Таем кастрюле полностью остыть в течение еще 20-30 минут. Вот такая красота у нас получилась. Очень насыщенный цвет, аромат. Это не сравнится ни с какими магазинными ребрышками. Мы сразу не едим, а ставим в холодильник на проветривание часов на 12. И только потом можем наслаждаться великолепным вкусом продукта. Ребрышки я закоптил для приготовления еще одного блюда. В следующем видео мы приготовим с вами гороховый суп на ребрышках, которые мы сами закоптили. Субтитры сделал DimaTorzok